Здравствуйте! Вы смотрите программу Неделя спорта. Я ведущий Роман Плюнсков. Как обычно, в это время на телеканале Универтв. И как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие 7 дней. Ждут тебя прямо сейчас. Поехали! Мы начинаем! Начнем с волейбола. На этой неделе женская сборная Казанского Федерального Университета стартовала в студенческой волейбольной лиге Республики Татарстан. Первый соперник – Казанский государственный медицинский университет. Все подробности матча узнаешь в репортаже Эльвины Губайдулиной. 28 ноября в КСК КФУ Уник состоялась первая игра сезона для Казанского Федерального Университета и Казанского государственного медицинского университета в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди женских команд. Открытие сезона всегда трепетное и волнительное событие. С первых минут встречи команды Казанского Федерального Университета взяли инициативу в свои руки и задали темп сопернику. Медики растерялись, пропускали мяч за мячом и забили лишь, когда уже уступали 0-17. Казанский Федеральный Университет легко обыгрывает соперника. Партия завершается со счетом 25-4. Во второй партии волейболистки Казанского государственного медицинского университета собрались, начали совершать удачные атаки и превосходить в счете. Однако наши девушки после тайм-аута сделали перестановку и вернули игру под свой контроль. Общий счет 2-0. Естественно, растерялись, не собрались пока что, возможно, чего-то испугались, просто, наверное, даже друг друга подставить боялись. Третьей партией команды также сохраняли активную игру. Несмотря на то, что девушки Казанского Федерального Университета уже вели в счете 2-0, команда Казанского государственного медицинского университета не собиралась сдаваться. Медики кардинально сменили тактику игры и поддерживали темп соперника. Команды шли в равном счете. Однако волейболистки Федерального были сильнее в последнем отрезке встречи. Они вплотную подходили к сетке и не давали медикам свободного пространства. Так третья партия завершилась со счетом 25-17. Сборная Казанского Федерального Университета одерживает победу в своей первой игре нового сезона. 3-0. Полная сосредоточенность, максимум понимания и любовь к своему делу привела наших девушек к первой победе. Я достаточно рада нашей победе, но с другой стороны были недочеты, которые мы увидели, и теперь мы знаем, что их надо доработать. Ильвина Губайдулина, неделя спорта. Продолжаем тему волейбола. С 1 по 3 декабря состоялась спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского Федерального Университета, среди женских команд. Кто в данном турнире смог забрать золото, узнаешь в репортаже Анастасии Павловой. С 1 по 3 декабря на спортивных площадках Казанского Федерального Университета проходила спартакиада по женскому волейболу среди всех институтов. Сам турнир начался с групповых матчей, по итогу которых 8 команд вышли в четвертьфинал. Финальная часть турнира состоялась на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс». Среди сильнейших команд в упорной борьбе определились 4 лидирующих института. Институт управления экономикой и финансов, институт физики, институт международных отношений и команда юридического факультета. Турнирная сетка сложилась следующим образом. Команда юридического факультета, которая победила Елабушкин институт Казанского Федерального Университета в четвертьфинале, играла с институтом управления экономикой и финансов, которая вышла в четвертьфинал благодаря победе над институтом геологии и нефтегазовых технологий. Изначально исход партии был неясен, но девушки Института управления экономики и финансов быстро сориентировались и взяли верх на ситуации, заколотив соперницам победные голы. Институт управления экономики и финансов активно боролся за место в финале, но команда юридического факультета оказалась сильнее и не давала сопернику никаких шансов. Победа в полуфинале заслуженно досталась юридическому факультету, а вот другой команде пришлось активно за нее побороться. Во втором полуфинале встречались Институт физики, который обыграл Институт филологии и межкультурной коммуникации и Институт международных отношений, которые активно боролись с набережной Челнинским институтом Казанского федерального университета. Девушки из Института международных отношений показали хорошую игру и на протяжении двух партий шли ровно с Институтом физики в количестве заброшенных мячей. Но Институту физики на последних минутах удалось вырваться вперед. Матчи за третье место команды Института управления экономики и финансов и Институт международных отношений показали красивую и достойную игру. Но удача, более серьезные подачи и забитые мячи принадлежали Институту международных отношений, что помогло команде заполучить почетную бронху. В финале встретились девушки из Института физики и юридического факультета. Начало встречи получилось ровным, но юридический факультет такой ход событий не устроил, и команда сделала большой рывок вперед и забросила подряд целых 17 голов. Не стоит недооценивать борьбу Института физики, команда старалась и играла на максимум, не желая давать сопернику победу. Партия закончилась с счетом 7-25, сидирующей позиции юридического факультета. Во второй партии команды шли ровно, но в этот раз длительное время преимущество было за Институтом физики. Расклад изменился на последних решающих минутах, и после долгой борьбы с общим счетом 2-0 победу одержала команда юридического факультета. Анастасия Павлова, Анжелика Садыкова, Неделя спорта. Теперь перейдем к другим темам. В прошедший четверг в Малом зале Уникса состоялась церемония награждения победителей чемпионата студенческой гандбольной лиги Республики Татарстан. К счастью для нас, им стал Казанский федеральный университет. Репортаж церемонии награждения подготовила специально для вас Софья Чугунова. Сборная Казанского федерального университета по гандболу стала лучшей студенческой командой Республики. В Малом зале Уникса состоялось торжественное награждение. Сборная получила награду из рук начальника отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта Республики Татарстан Андрея Сурдакова, вице-президента Федерации гандбола Республики Татарстан Георгия Попова, проректора по социальной воспитательной работе КФУ Арифа Межведилова. Наши гандболисты, дорогие ребята, от всей души, от имени ректора, поздравляем от всех институтов, замректоров, кафедры воспитания, всех присутствующих. Желаем всего самого доброго. Победы всегда. Но не надо огорчаться, если вдруг достойный соперник оказался разобраться на току населения. Огорчаться не стоит. Также Ариф Магеддинович отметил сложную историю развития гандбола в Казанском федеральном университете и поблагодарил команду за слаженную работу и семейную обстановку внутри коллектива. Путь к заветам у трофея преграждал серьезный соперник. Команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, с которой федералы сразились в финале и вырвали победу с минимальным разрывом в счете 20-18. Поздравляем сборную КФУ по гандболу с удачным завершением сезона и желаем успехов в длительной подготовке к предстоящему сезону. Софья Чугунова, Амаль Темиров, Неделя спорта. Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта и возвращаемся к нашей любимой теме на протяжении уже полутора месяцев. А именно Кубок Казанского федерального университета по мини-футболу. И сегодня у меня в гостях капитан сборной Института социально-философской наук и массовой коммуникации Денис Давыдов. Денис, тебе большое привет. Привет, Ром. Очень жалко то, что вылетели с полуфинала, но поздравляю с бронзой этого турнира. Ну да, спасибо, если так можно сказать. Да, давай мы с тобой обсудим те игры, которые мы наблюдали, а именно ваша игра с Институтом физики и затем юридический факультет против Института управления экономикой и финансов. Начнем с нашей игры. Чего не хватило для победы? Ну не хватило, наверное, прежде всего психологии и глубины состава, потому что мы повели в счете, должны были также продолжать играть так же, как мы начинали. Но во втором тайме, буквально 2-3 минуты первого и второго тайма, мы немножко психологически ослабли, позволили сопернику показать то, что они умеют делать лучше всего, это держать мяч. Поэтому, наверное, и пошли два быстрых гола во втором тайме. Если бы психологически мы были более устойчивы, а это идет как раз таки от опыта, мы бы такого не допустили. Ну и, конечно, глубины состава, которые уже сказываются у нас с начала года, когда ты говорил, что у нас не хватает замен в Суперкубке. Действительно, у нас замен практически нет. То есть с этим проблем еще не получается решить? К сожалению, да, на данный момент. А что мешает? Ну, я бы, конечно, сказал, что если наличие бюджетных мест на факультете рекламной связи с общественностью это влияет, то я думаю, что если бы были бюджетные места в этом году на нашем факультете, на котором учусь я, на котором учится Максим Естафьев, то я думаю, что еще бы 2-3 первокурсника хороших пришло, а первокурсников в этом году не было. Таких, которые могли бы нас усилить. А, в принципе, оценку матча какую можешь дать? В целом, наши игры или... В целом, матч? Ну, по зрелищности, конечно, уступал второму полуфиналу, но я думаю, зрители остались довольны и на четверку. По зрелищности и по нокаусу расти я оценю его. Что ж, желаю удачи вашей сборной, надеюсь, что все будет хорошо и все игроки, которые, к сожалению, потеряли свои какие-то физические кондиции, они все-таки в них вернутся. Перейдем с тобой к матчу второму, который был в этом игровом дне, а именно юридический факультет против Института управления экономикой и финансов. В целом, о игре. Это был самый зрелищный матч, который я видел в стенах Казанского федерального университета. И, несмотря на то, что после первого полуфинала я был очень расстроен, то этот матч поднял мне просто, ну, поднял мне настроение, наверное, до небес, потому что такой матч, там было все, там были курьезные голы, там были ошибки, там было возвращение в игру, там были пенальти, игра рукой, там было все, что только можно было придумать. И это, наверное, такая изюминка была вообще всего Кубка. Теперь перейдем к самому злополучному моменту, а именно назначение пенальти. Сейчас мы с тобой разберем этот момент, но прежде чем мы его разберем, давай послушаем, что сказал главный судья соревнования, именно Максим Гаврилов. Сейчас смотрим, затем возвращаемся. Ну, в общем, учитывая, что это была последняя минута матча, счет был минимальный, 3-4, и была игра рукой, я поставил пенальти ворот юрфака. Понятно, что у игроков юридического факультета, скажем так, они были крайне не согласны с этим, так как считали, что игры рукой не было. И так как все это нервы, последние секунды матча, путевка в финал, то это, естественно, сказалось на их эмоциональном состоянии, и они, к сожалению, не смогли сдержать себя, и вот возникла эта небольшая потасовочка. Вот посмотрели, согласен ли ты с этой позицией? Абсолютно, да, потому что действительно была игра рукой, и эта игра рукой как раз-таки помешала футболисту эконому пробить поворотом. Поначалу, когда я смотрел в динамике в игре, мне показалось, что это было опорное положение руки, и игра была неумышленная. Но потом, когда я посмотрел по видео-повтору, это было видно, что игрок все-таки целенаправленный играл рукой, и это все-таки помешало экономистам ударить поворотом и, возможно, сравнять счет. Перейдем к самому главному и последнему вопросу на сегодня. Завтра финал, юридический факультет против института физики. Твой прогноз? Это будет очень интересно посмотреть, что возьмет, опыт или бешеное желание к победе, потому что юристы давно очень не выигрывали ни чемпионатов, ни кубков. Они в прошлом году стали вторыми, проиграв в финале Челнам. В этом году их первокурсники тоже стали вторыми, также проиграв в финале Челнам. В этом году они снова вышли в финал. Поэтому хватит ли им психологии в этот решающий момент? От этого будет очень многое зависеть. Но, на мой взгляд, фавориты, особенно после матча с экономом, после вот этого эмоционального подъема юристов, фаворит именно юрфак. Но до полуфинала еще, я думаю, что вообще весь турнир был под фаворитом. Ну, фаворитом на протяжении всего турнира считались именно физики за счет опыта. Потому что они уже пятый год играют вместе одним и тем же составом. Счет? Я думаю, 4-2 в пользу юристов. Хорошо, запомнили. Итак, Денис Давыдов делает ставку на счет 4-2 в пользу юристов. Мы увидим нового чемпиона Кубка университета по мини-футболу. У меня в студии был сегодня капитан сборной Института Санфо-Соцкого и Массовой коммуникации Денис Давыдов. Денис, большое спасибо, что пришел. Спасибо, Ром, что пожаловался. Удачи вашей сборной. Ждем больших побед и удачи личного тебе в играх за Казанский федеральный университет. Ну, а на этом все. Большое спасибо, что смотрели нашу программу. Друзья, важная информация у нас в группе ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь здесь. Запустились. Голосование за лучшего спортсмена месяца. Переходи и голосуй за своего любимого спортсмена. Ну, а на этом все. Мы заканчиваем нашу программу. Вы смотрели неделю спорта. Меня зовут Ром Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова